Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кировской области скупать бизнес. Тем более сейчас, в период, когда не сегодня, не завтра вторая волна и опять все закроют. Я не знаю. Цифры-то растут по заболеваемости. На этом фоне приобретать место, где проводятся массовые мероприятия. Я вот подробности не знаю. Для меня это вообще странно. Если бы мне приплатили, я бы все равно отказался. О продаже закрытого с начала введения коронавирусных ограничений клуба «Фабрика» сообщил на прошлой неделе управляющий партнер группы компании «Культура гостеприимства» Андрей Несветаев. Кто приобрел заведение, он не уточнил, но написал, что продано оно за смешные деньги. Программа Экономика. Культура и спорт потеряли половину оборотов за время пандемии. Данные о развитии экономики региона за полгода 2020-го приводят Кировстад. Наиболее пострадавшими из-за ограничений сферами на рынке платных услуг ведомство называет «туризм, культуру и спорт». Так, объемы услуг турагентств и туроператоров сократились на 60% к уровню первого полугодия 2019-го года в учреждении культуры и спорта на 50%. Объем оборота общепита сократился почти на треть. Экономика. На 101 АФМ. Количество счетов и скроу в Кировской области выросло на 16%. По данным Кировского отделения Волговятского управления ЦБ сейчас их более 1300. Объем средств на таких счетах, предназначенных для финансирования жилищного строительства, увеличился на 20% и теперь составляет 2,3 млрд. рублей. Есть в Кировской области спустя год после запуска системы со скроу-счетами и завершенные проекты с их применением. На начало июля раскрыто 124 таких счета на сумму 275 млн. Тем временем, по данным Кировстата, с начала года в строительной отрасли замечено довольно сильное падение темпов на 20%. В завершении о валютах. Доллар сегодня стоит 71,92 рубля, официальный евро – 84,26 рубля. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Программа «Экономика» на 102 АФМ. Продолжение следует...